всем привет обещал вам провести обзор жилья до пляжей вообще что на зазибаре в плане курорта плюс минусы что тут делать вообще сейчас немножко погуляем порассказываю вам давайте начнем жилья то есть тут обязательно везде высокий забор и обязательно везде должны быть ворота потому что здесь есть воровство но собственно но везде на курортах есть я не знаю курорта где нет воровства тоже испания филиппины таиланд не знаю что угодно да вот у нас есть ворота и вот там вот круглые сутки сидит охранник это обязательно вон он скучает вот значит сейчас вам покажу собственно квартиру я тут снял две квартиры в каждой квартире условно по 2 спальни тут я записываю видосы на улице так заходим сразу предупреждаю уборки сегодня не было здесь уборка каждый день входит стоимость но мне некогда этот ждать когда придет уборщица до запускать ее потом выпускать просто показываю все совершенно новое кондиционер вентилятор водильник это моя куча здесь я сижу когда на улице очень-очень жарко в основном работаю в кафешках вот тут у нас спальня в принципе все есть что нужно для жизни то есть вот опять же вентилятор кондиционер менять постельное белье если скажете ежедневно меняет нет проблем шкафчик все бетонное все сделано из бетона вообще полностью вся мебель и кстати вот удачный момент могу вам про дома сказать пару слов да вот смотрите вот это вот это вот вот это вот потом дальше вот это вот это это временное жилье люди в африке обычно так не живут это люди приехали на заработки они построили телачуги потому что это скорее всего общение земля тут или самозахват или они договорились за небольшую денежку в аренду вот они поработали поработали сезон потом уехали здесь дожди начинается в марте туристов становится мало уехали домой да то есть они живут полгода например в году здесь ну вопрос зачем им строить дом а дальше вот смотрите вот это вот там крыши торчат да потом вот дом вот два дома вот один вот второй это нормальные человеческие дома в нашем понимании нормальный я бы внутри там все хорошо вообще совершенно вот то есть люди знают что такой дом и умеют их строить ими пользоваться сейчас пойдем дойдем с вами до пляжа я по дороге вам расскажу что как я кстати въезжал сюда вообще первый самый первый я здесь вот я приехал в дом еще достраивали я отдал залог и первый заезжал сюда дойдем до моря отвечу на наиболее часто задаваемые вопросы и расскажу немножко как я намаялся с поиском жилья это а а кстати тут у нас наверху ресторан сейчас тоже покажу вот найти жилье это было реально адская работа то есть я каждый день с восьми утра до вечера ездил смотрел дома прям как на работу действительно почему здесь много отелей на острове да и туристы всегда жили в отелях вот такой барчик у нас он вечером открывается когда не жарко сейчас конечно очень жарко и можно просто сгореть выставляет стульки вот за этими столиками мы сидим употребляем писчу готовит неплохо готовит часто сам владелец и повар которого он научил владелец сам индус по происхождению этнически родился здесь когда бы маленький уехал в италию жил в италии 45 лет ну вот кстати вот можно посмотреть обычный нормальный дом в нашем понимании да все хорошо там вот а это хижина куда приехали на заработки то есть вот так люди не живут обычно это времянки так вот иду 45 лет прожил в италии и соответственно он готовит смотрите такое получается у него итальянская индийская кухня очень интересно очень вкусно делает ну и так как я первый клиент в его этом в его гостинице у меня есть на скидкой на проживание и на еду вот днем я часто заказываю еду с доставкой потому что очень жарко они готовят очень медленно поэтому долго сидишь всегда ждешь готовит минимум час кафешках вот за это сейчас успеваешь перегреться днем все желательно конечно прятаться где-нибудь так вот у них очень много отелей всегда все жили в отелях частный сектор он как бы был не востребован в этом году впервые за историю курорта отели все закрыты 90 процентов отелей закрыты из-за к вида да и весь поток а тут час вся европа и мне кажется вся россия до отдыхает потому что больше некуда поехать весь поток хлынул сюда а так как отели закрыты он весь хлынул в частный сектор вот здесь тоже такие времянки стоят дальше там он видно нормальный дом есть здесь перемешано ну вот два нормальных дома тоже вот и там он крыша на видно вот и все столкнулись с тем что люди которые хотят сдать дом ничего об этом не понимают как его сдавать что должно быть внутри и я ездил смотрел например хороший дом хорош рядом пляж есть кафешки в доме нет стекол в окнах вообще но не видит ночью это же такая деталь то незначительное ничего страшного мистер ну то есть тебя сразу сидят комары да или нет кондиционеров или нет света вообще в принципе его надо проводить потом например отличный дом все хорошо нет совсем мебели вообще никакой и он говорит ну слушай хочешь купи мебель но мне она не нужна поэтому я тебе денег потом за нее не отдам даже половину за обычно пытаются договориться наполовину я тебе ничего не отдам вот а сейчас эти вам покажу на мусорке тут важные объекты есть вот смотрите здесь очень хороший алкоголь крепкий называется коньяги вот этот вот настойчиво рекомендую два раза пробовал заходит как дети в школу и кто пьет пиво я не пью хвалят вот этот пиво килиманджаро так вот мебель не хотят покупать и раздел разделять расходы на покупку мебели тоже не хотят тут у нас алкогольный магаз а просили медленно вести стараюсь вести разворачиваться стараюсь медленно разворачиваться здесь фруктовая лавочка небольшая в принципе есть все что нужно до набор очень простой но вот то что здесь растет они то и продают и дальше здесь все поголовно художники все рисуют вон идет масай с мечом и с дубинкой они все при оружии всегда потом например были такие моменты что я приезжаю дом отличные кондиционеры есть свет есть окна и стекла есть в окнах значит есть там посуда мебель коврики вообще все есть в районе 30 километров вокруг на расстоянии нету никакой еды вообще никакой совсем то есть вот как хочешь так и питайся поэтому снимать через интернет настоятельно не рекомендую то что видите там может быть картинки все очень красиво да все очень хорошо вот но на самом деле нет вы не сможете покушать вам придется на такси ездить через полуострова чтобы поесть вот это жесть конечно и вам никто не напишет я звонил владельцам всегда всех обзванивал спрашивал у вас есть кафешки рядом с домом да да конечно все есть отличные кафешки все есть вообще приезжаешь нет ни хрена вообще совсем могут так как же нет вроде штамм вот соседней деревне что-то было вот до нее 30 километров так это местный еще один супермаркет мини-маркет да небольшой тут их называют супермаркет так вот поэтому я намаялся вообще адски с поиском жилья рекомендую снимать через каких-то знакомых чтобы могли пойти проверить посмотреть ну и кстати я вам прикреплю вот сап вот этого владельца жилья где я живу можете ему написать но по поводу все ли занято или что-то есть свободное на январь-февраль я если честно не в курсе так дальше очень важный вопрос который постоянно все задают что здесь малярии делали я прививки от малярии купил ли я таблетки от малярии смотрите значит я малярии болел два раза имею какой-то опыт в этом деле прививок от малярии не существует вообще нету от нее привиться невозможно это примерно как прививка от вшей то есть малярии это по сути паразиты да как от паразитов можно привиться никак вот я четко знаю симптомы вам тоже советую их изучить я что делал я болел один раз в лаосе один раз мекаса в индонезии я почувствовал что это она пошел в больницу мне сделали пару уколчиков и на этом вся малярия закончилась более того именно от этого вида малярии у меня теперь иммунитет то есть именно этим видом я больше болеть не могу вспышек прям таких и таких массовых малярии здесь не зарегистрировано за последние восемь лет до этого была регулярно травят комара просто до идут с такими установками специальными за спиной как в этих в мультике про охотников на привидений вот тут строят ресторан это мы сейчас идем на первую линию вот значит и вот таким образом решается проблемы с малярией то есть по сути никак если заболел можно быстро вылечиться от малярии помереть можно только в одном случае это например как воспаление легких если ты сильно очень затянул да вот ты чувствуешь что симптомы есть но в больнице почему ты не идешь вот таким образом можно заболеть так тут ветер я щас прикрою рукой микрофон больше никак желтая лихорадка какие-то другие лихорадки какие-то адские паразиты не слышал я спрашивал местных они говорят что да нет вроде ничего такого нету вот собственно море главная достопримечательность здесь это море море красиво конечно белый песочек синючий океан вот все красиво так вот далее по поводу болезней но я так пройдусь до чтобы вам один кадр не смотреть тут вот кафешек полно в кафешках дорого одна еда какая-нибудь но блюдо с какой-нибудь едой если на рубли пересчитывать стоит от 700 рублей а так если тысячи полторы 2000 еда сильно так себе то есть такого такой вкуснотища как в индии или в таиланде или в вьетнаме или там в японии мексике ну даже на клубе готовят лучше намного такой вкуснотища вы здесь нигде не получите готовят так себе и очень очень долго и выбор везде очень скудный так с этим разобрались дальше по поводу к вида здесь эпидемии нету ну или они делают вид что ее нету я уж не знаю никаких справок на въезде не требуют совершенно ничего не спрашивают масок не носят и вроде как все нормально я слежу за новостями постоянно да здесь есть форумы где люди на английском общаются обмениваются ну то есть туристы англоговорящие и англоговорящие которые здесь живут но говорят что вот вроде как прям много сильно смерти не зарегистрировано да и вообще их не особо зарегистрировано в общем случаев неизвестно да почему так это какой-то заговоре к вида не существует на самом деле или здесь делает вид что его нету я уж не знаю это все вам решать так дальше стоит ли ехать вообще на зази бар я прикрываю микрофон рукой у нас сильный ветер сейчас да на радость этим который на кайтах катаются экстремалом ну хотя на самом деле конечно ничего экстремального нету так вот стоит ли вообще ехать если вы любите вот пляжный отдых и вас больше ничего не интересует стоит ехать если есть выбор в будущем когда все откроется например между кубой я вы и шри-ланкой и сюда не советую здесь кроме моря вообще ничего нет я использую это место как базу для поездок нас на саванну за камнями да вот здесь из развлечений есть пляж дальний пляж вот тот самый пляж пляж вон там и пляж вон вот там вот и несколько кафешек больше нет вообще ни хрена совсем вот экскурсии очень мало я на них не езжу я все посетил сам чтобы все интересно посмотреть вот тут нужен один день кстати по поводу названия острова занзибар не существует его вообще нету вот это архипелаг который называется занзибар там 56 кажется островов у каждого свое название а общее название всего архипелага занзибар да кстати людей обычно много меньше сейчас много потому что вчера было рождество многие европейцы прилетели прямо вот на рождество на само остров называется вообще пишут унгуджи унгуджи но так никто не говорит местные говорят угудя угудя довольно смешное название вот вообще здесь много смешных названий есть например деревня которая называется бубубу есть пляж в этой деревне он тоже называется бубубу очень зашел в воду вода прям теплая у меня в этом не теплая нет она горячая у меня в душе проходить вот чем здесь здесь прям совсем реально горячего да мне интересно почему рыбки не сварились также очень интересный момент хотел рассказать вам про местные имена дело в том что здесь именно на самом занзибаре больше мусульмане да а вообще они сами танзанийцы в основном они христиане и естественно у них преобладают еврейские имена которые из святого писания да то есть из библии и там около библейски всей этой культуры поэтому например негритянки которых зовут саша наташа кристина ася довольно много и но это я сейчас так несколько имен назвал вообще наши имена почти все здесь присутствует вот есть на ходе много мать да есть пётр иван антон и много других знакомых константин есть есть вован вован прям так и звучит не владимир а прям вован вот и таких вот имен нам привычных довольно много выглядит довольно экзотично негритянка саша или сели кристина довольно интересно по поводу преступности по статистике почитал преступности здесь в два с половиной раза меньше чем в россии и я вот уже здесь больше месяца получается она примерно так и есть то есть никаких опасных ситуаций не наблюдал есть карманники и есть домашние воречки которые вламываются в дом к туристу и воруют поэтому везде должна быть обязательно охрана дом без охраны снимать нельзя ни в коем случае ни в коем то есть но вынесут сразу но это есть извините везде и в таиланде и на бали в испании и в принципе в той же россии да то здесь ничего нового не придумали в этом плане по поводу подводного мира очень сильно так себе то есть есть осьминоги есть морские звезды есть множество рыбы но кораллы прям ну не огонь даже сравнение с тем же таиландом например на острове тау все намного ярче красивей и экскурсии половины можно вычеркнуть потому что они такие знаете например есть такой голубой сафари blue safari экскурсии там возят якобы по кораллам которые ну сероватые такие как бы ничего хорошего там нету поэтому если вы не прям фанат дайвинга то ничего ну не советую до тратить на это время деньги то есть остров который не лензибар на самом деле а у гудя у гудя он годится для чего вот удаленная работа просто поплавать теплом океане по погулять там да позаниматься спортом там бегом например кайт серфингом норм познавательного исторического древнего экзотического здесь практически ничего нет то есть отдых такой больше тюленей вот собственно такая ситуация но сейчас поехать некуда поэтому можете приезжать если есть какие то вопросы пишите мне в личку постараюсь вам подсказать что-то помочь всем всего хорошего не болейте а кстати для россиян здесь без виз без виз да никаких справок вообще ничего не надо ни про ковид не про эти прививки и прививок никаких не надо в общем приезжаю не хочу вот всем всего хорошего не болейте хорошего здоровья вам и семье